Дизайн хрущевки. К большому сожалению, до сих пор большинство людей живет в маленьких квартирах, которые в народе принято называть хрущевкой. Наверняка многие знают, что это такое. Но что же такое все-таки хрущевка? Хрущевка, или в народе называют хрущева, квартира у хрущенной планировки, или особняк имени хрущева. Это дом, сооруженный из панелей, блоков или кирпича, который дома массово сооружались в СССР во время периода правления страной товарища Хрущева и получивший в народе его имя. Это было дешево, сердито и статусно, и мало пригодно для нормальной жизни. С точки зрения архитектуры и дизайна, хрущевка является самым неудачным проектом жилья. В квартирах хрущевка обычно очень маленькие кухни, комнаты и низкие потолки. Все это делает помещение не очень привлекательным, темным и неудобным для проживания. Но ведь жили и не одно поколение, да и сейчас многие живут в таких квартирах. Казалось бы, в такой площади трудно сделать хороший ремонт в современном дизайне. Оказывается, все возможно, и дизайн хрущевки может быть очень привлекательным. В хрущевках может ли она быть уютной и комфортной, вызывать гордость в своей жизни? Конечно, может, если грамотно подойти к оформлению ее интерьера. Современные архитекторы и дизайнеры знают, что даже на ограниченном пространстве можно позволить фантазии разгуляться и создать такой дизайн хрущевки, который даст фору любой современной квартире. На самом деле, создать красивый и функциональный дизайн квартиры и хрущевки возможно. Конечно, дизайн хрущевки осуществить значительно сложнее, чем дизайн квартир большого размера и современной планировки. Однако, есть свои плюсы. Ведь ввиду небольших размеров вы потратите значительно меньше средств на дизайн интерьера хрущевки, а значит, можете использовать более качественные материалы и отдельные ручные технологии. При разработке дизайна хрущевки нужно решать две основные задачи. Это рационально использовать уже имеющееся пространство и постараться зрительно его увеличить. Каждая комната в хрущевке должна использоваться так, чтобы пользу приносил каждый сантиметр. Для этого все пространство квартиры делится на необходимые зоны рабочую, зону отдыха, спальню, обеденную или детскую. Можно сделать перепланировку в хрущевке. И такая перепланировка естественно изменит дизайн хрущевки до неузнаваемости. Например, если убрать не те стены, которые являются несущими, и те перегородки, а то из трехкомнатной хрущевки может получиться просторная двухкомнатная квартира. Но перепланировка стен предполагает такие возможности, как перестановка, раздвижение стены, дверей, изменение расположения дверных проемов, переоборудование балконов под рабочий кабинет. Но она при всем своем удобстве требует помимо лишних затрат еще и очень серьезной документации. То есть просто так всего этого не сделать. Самое важное, это нужно знать, что дизайн хрущевки подразумевает необходимость задействовать все рабочие зоны жилого пространства. И нерабочие тоже, между прочим. Гостиную, например, можно соединить с кухней с помощью широкой арки или применить в качестве зрительного разделителя пространство обеденный стол. Или можно объединить кухню с коридором. Некоторые, особенно если семья большая, стараются сделать пространство гостиной как можно больше. Но если семья маленькая, то можно объединить прихожую, кухню и большую комнату в одну большую площадь. Вариантов много. Дизайн каждой комнаты в хрущевке имеет свою специфику. И чтобы много вам не рассказывать об этом, лучше посмотрите сами. Знакомьтесь с разными вариантами дизайна хрущевки. Интересные моменты берите на заметку, чтобы использовать в дизайне своей квартиры. И если вам интересны самые разные идеи об устройстве маленькой золоплощади, то подписывайтесь на рассылку и будете всегда в курсе. С вами была Елена Ожегова, автор блога «Стильдом.ру». Красивого вам и комфортного жилья. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok